Перед началом просмотра ролика вы можете подписаться на нашу группу ВКонтакте. Мемы, информационные посты, а также мы регулярно делимся аналитикой предстоящих матчей и их результатами. Подписывайся на нашу группу аналитика ошибок и будь в курсе самых интересных матчей по Доте. Ссылочка в описании. Всем привет! У нас сегодня в выпуске Слардер через Аганим. Приятного вам просмотра. Играет на нем ТОП-60 игрок. И Страячин будет против Снэйкинга на линии. Снэйкинг играет в этой игре на Кентавре. Кентавр и Дезраптор достаточно легкая линия для Слардера. Достаточно плотненький герой против миликов. Всегда приятно стоять. И забавно то, что, заметьте, у них вообще плей-повенциал никакого у их команды. Ну то есть есть, конечно, герой, который вылезти могут поднавалить. Шейкера, тот же Слардер может раскачаться, но тем не менее он пикнул Слардера в керри. На таком высоком рейтинге и в миде у них аппарат. Очень интересно, конечно. Да, в миде аппарат. На самом деле, на их пик смотришь и типа... Как они играть собираются пиком? Странно очень. Понятно, как они будут играть в начале, но потом... Там просто такие уясистые герои. Тампларка, Морф, сильный кентавр, жирный впереди идет. Ну, БКБ-шка покупается на Морфей, на Тентарке. Что ты сделаешь? Это Слардер будет дамажить. Ну, в общем-то, посмотрим. Интересный спел от Бэйна. Он уменьшает сопротивление эффекта, он замедляет файку на полтинник на первом левеле. Но... Но зачем? Бэйкетавр просто хитаться не мог. Здесь у нас странно. Ну, видимо, да. Он еще... На первом левеле сколько снижает? Замедление атаки 50. Ну... Возможно. Это, конечно, мощно. Это неплохо, но если у тебя действительно на линии стендгера, который прямо на слабом бьет на драке. Хотя кнопка стоит всего 50 маны, слушай. Ну, почти ничего не стоит. Ну да, если слив стоит 165, если брайнсап стоит 90, то... Ну, по хп, конечно, сильно, да, проседает. Китавра особо не побьешь, у него пассивка противная, ты его бьешь и сам разбиваешься в итоге. Ну, это правда. Ну, в общем-то, Бэйн скоро сдохнет, скорее всего. Либо вместе со Свардером Курон оба понесут. Посмотрю. Потерпят, потерпят, но все равно потом будет сложно играть. Тут Свардера нужно какой-то интересный прям реально билд делать. Помимо Аганимуса. Блин, Джак, сожалению, не потерял. Перебить тамболку морфа будет крайне сложно. Я вот смотрю, тут вообще фри игра для морфа с Атериалом. Герои, конечно, самые худые, вот касаемо Санкинга и Свардера. Но, остальные, Нашинган, честно. Но контроля очень много. Вот единственное из плюсов, контроля нереально много. Ну да, это правда. Ну и врагов тоже хороший ответ. Клокер, который хорош подпишек, шейкера. Прочит того же Свардера. То есть эти герои не могут кастовать под батарейкой своей кнопки. Тут замахиваться, замахиваться. И, собственно, Дезераптор. Героя, который постоянно глимсует. Дает Сайленс по области. Достаточно тоже большой. Ну, в общем-то, увидим. Есть башек у Свардера, есть второй башек у Свардера. То есть теперь под первым сполом Бэйна, в теории, можно законтролить героя очень долгое время. Там 36% уменьшение сопротивления эффектом. Проблема с Бэйна, скорее всего, у вас заберут. Но нет, живет. Уживает. В итоге у Дезераптора теперь проблемы. Там стик был крепкий. Ну, в принципе, не плохо разменивать. Слушай, а слава дружит, больно-то может. Будет в Стамбул, в Кубер-Стике. Ну, а еще и Дезераптора могут забрать. Дезераптор пытается мансить. О, это ему не поможет. Или поможет? Не, нет, не поможет. Ну, и Бэйн должен все отсидеться, скорее всего, идти. Бэйна 800 голда. Бэйн себе бадильник, ну, иди и сдохни возле Т2-лышки. Потому что сейчас, если он пойдет на базу, то очень много времени будет выиграно для Скинтавра и Дезераптора. А он, походу, дойдет на базу. Ну, туда нужно ему отпулить. Если запулить через крипов, будет шигарно. Да, он пулит крипов. Ну, а слава пока что просто потерпит. Блин, а скоро к нему оттянется. Башек в двойку тоже достаточно очевидная раскачка на селедочке. Ты берешь башек против Милика. Если нет такой опции пробивать постоянно, вот именно третьей способностью, вы не доходите до героев. То, естественно, можно дать себе и спринт, чтобы потерпеть. Но он, так или иначе, берет себе. А тут шейкера. Адам есть. Зура. Чуйной фраг в итоге 5-0. Хороший старт для команды Сладдера. Своевременная перетяжка шейкера на топе. Неужели... Ну, да, про сморфа сложно стоять. Он не может уже автор выйти на шейкере. Танк ловкой пятерка. Зонит очень сильно. В общем-то, Бэйн, пошел за Суицейдлсом. Спустя долгое-долгое время. Но и Селедка решил купить себе Мидас. С следующим артефактом. На самом деле, Мидас на Селедке, мне кажется, на гнимной особенно это не так плохо. Герой, который фармит не супер быстро. Потому что у тебя как будто обилки не предназначены для качи. В отличие от других многих керри персонажей. Вот. И этот минус как раз таки компенсирует. Ну и плюс, что самое главное, это экспириенс. Потому что Селедка классные спалы, классные туланты. И, помимо этого, Атак Спид. Вторая третья способность. На самом деле, Мидас на Солдаре керри. Он хорош. Он даже необходим, я бы сказал. Учего роста таки все, что нужно. Гераса какая-нибудь потом вообще идеально будет смотреться. Да, в этой игре я буду в того же. В той же этом парке. Против Марфа. Хорошая эта. Слушай, они его сейчас еще раз заберут. Или понять. Ну там уже Глемис ходит. Альдераптором. Альдераптор, кстати, 200 ранг. У Снэйкинга 26. А эту линию они пока что очень хорошо постояли. С Бэном. Ну да, особо проблем нет. На тебе. Вот эти, блин, изменения в Слардаре, которые были внесены за последнее время. Сильно, конечно, переделали этого героя. Сейчас еще и посмотрим на Аганим. Аганим вообще хороша, а эта населёбка. Если его собирать, тем более, очень рано. Если тебе в играх не нужна БКБшка. Ну или нужна, но не настолько. То есть можно сделать выбор в Бальзага Нимукова. Это круто. Артефакт 4000 стоит, дает хорошие статы. Хорошо, подстанулся сейчас на анимации. Попозже скажем вообще об Аганиме. Что, когда, почему. Слушай, они раздовороте просто сейчас убьют всех. И кентавра забирают, и дезераптор умирает. По красоте тебя, слушай. Ну, на мужика играют прям на этой линии. Яйки оказались больше у Свардера и Бэйна, чем у дезераптора. Ну вот, просто как-то не чекнули стики, которые были у Бэйна. И в итоге все пошло наперекосяк. Ну да, у Свардера и Бэйна были стики. Ну, когда они, поменьше, на челедритной тарине. У него спел на Свардера, ай, как обидно. Как же они так прожали. Ой, я смотрю крепстат в виде, это вообще шок. О, в этом парке 39 на 26. Умарфа, омарфа, ум, аппарата 10 на 4. Это жесть. 10 грибов на 7, будучи оффлейнером, нет, будучи лестником, можно больше иметь. Да-да. 26 дэнаев в этом парке. Сильно, конечно, аппарат проиграл. У него 1600 на Творца, как у Шейкера и как у Дезераптора, то есть у 4 обеих команд. Ну, Свардер пока что доминирует полностью на этой линии. Он, кстати, крибай переставил. Возможно, Митаса не будет. Нет, купил бы все равно. Хоть в Морфа, то в парке они будут фармить еще быстро. В то же время ты будешь не отставать от них. Посмотрим. В фазике тоже очень хорошая айтем на селедку. На линии покупаешь, у тебя плюс армор. То есть обычно кора дамажит физой. Ты имеешь кучу армора. Подбегаешь к героям, башешь их постоянно. Урона очень много, сэрки. В фаташку на Славдере точно не стоит брать. В фазике это грамотное решение. Ну а когда у тебя комбинация между, как раз таки, как Мидасом и Фейзами, то есть компенсация и по АМСу, и по Тракспиду, это тоже приятно. Ну, ничего, я пьюпов. Отвели. Хорошо. Там аппараты, кстати, под Т2-вышкой задушили. С Дезераптором и Темпларкой. Но Дезераптор за это убьет. Ну, в принципе, хороший трейд. Четверка в мидере. Ну, пока оставили вообще эту линию и никак их не трогают, не напрягают. Кентавр там за лыжку зашел. Забавно, слушай. А его сейчас будут убивать. Здесь прям много героев. Аккуратно, наш кодим, я там промазал, но тут кентавра не заберу. Тут слишком много людей. Так что, без вариантов вышить. 200 голды для селедки, это приятно, но остальные, опять же, просто пришли сюда. Они сейчас могут у Марфа убить, попытаться... А, маны не было, Синтенга. Без маны. Удес уходить. При этом был бы мангуст какой-то, было бы неплохо. Он из Раптора будет Гриммс. Развести. Бой, слушай, так он успеет даже за баунтик обороться. А, нет, не успеет. Хороший, Икоги. Тимор Тимор Тимор, по-моему, на Боте показался. То есть, можно удавить толк теперь спокойно. Не опасаясь то, что Марф придется, даст пилюлей. Да. мало фото же все очень хорошо 4 400 борсом через 1 странный есть дайте мрят у еще как у него лицо то отлетел из этого баша замашенного офигеть уже я очень давно видел чтобы макселея 2 спал стал потому что длительность оглушения всегда одинаковая урон конечно растет но урон пассивки естественно больше ну и плюс не требует ману это важно поэтому выкачивает баш выкачивает спринт раскачка сейчас самая хорошая населедка ну и в итоге медосик уже совсем совсем рядом он решил сначала файзы купить потом видос делать назначенных полуактивный полу фармящие селедка и убивает благодаря физом достаточно хорошо хотим у нас он вот но дальше будущий фарм с мидосом мидос не стоит покупается для голды чтобы собирано купить себе тот же минус рука для так спида ним я смотрел видос наса и он тогда рассказывал у мидос или яша пример как бы они стоят одинаково я же дает очень много ловкости для лавкачи особенно но при этом мидос в некоторых случаях реально профит не а так спит примерно такой же как и с яшей остается не одинаково вот но при этом ловкость лавдера ничего не дает а вот как раз таки просто так спит от минуса это хорошо это очень оптимальный билд на следующем этому мага ним еще один башки продлили фиссурой и да вообще из башни выпускает он тоже кликает мидос плюс экспириенс он был сладо достаточно сочный ты можешь раскачиваться как в танка так и в демидж дилера урон хаппориген урон опять же здоровье просто обзор ночью в эмпирик сильно хорош таланты на двадцать пятом тоже достаточно сильная минус четыре с половиной секунды перезарядки вашего стану то есть вы его кастуете каждые три с половиной секунды за этого героя и стала не пускается либо коррозив из для за это стиль то хорошая комбинация под аппарата конечно слив с танчиком продлить по-любому аппарат попадает ультимейтом поместящую еще фиссура можно залететь ну тут для аппарата неплохая будет игра это правда он при этом стандару благодаря этим выходом благодаря минусу вырывается на первую строчку по над ворсу мор все равно очень сильно спустим дыши можно зашель на линии уже совсем чуть-чуть начинается самая интересная стадия игры да и огнем про который можно рассказать у вас когда вы нажимаете второй успел связи линк раш пытаем появляться лужа и в эту лужу у вас больших в регион куча армора не помню точно просто там поэтому просто говорит об регион куча армора статус резист около 40 или 50 процентов то есть стану вас не работают и вы бегаете на огромную массе как будто бы под гвардиан спринтом по фирму стулом для гоним очень сильный когда вы статично бьете раша на стейки на самом хайграунде либо заходите на вражеских и граунд слова просто подходит к вышке к своей или кражеской нажимать 2 и деф-ребе там прям подошел я спрокнет баш из танчик есть крик спинобил золото поделили этот поинам и с ландером ничего страшного поэтому это позднее важно главное что морф умер это куда более важны они экспириенса много хапнули марк был почти на 12 левела много по опыту имел гоним на селятку мне очень импонирует мне кажется один из рабочих аганимов реально первой стадии можно покупать его то есть первой стадии своего закупа особенно с мидосом мне очень нравится но не всегда бывают такие игры где если отказать кири зайдет и можно будет играть полноценно вот в этом выиграл свою линию я не стал бы что тут как-то очень круто селедка заходит кири но он просто реально создавал хорош на линии бэйна мне было потом тиммейты сладо подрались не так понимаю да под дискорд сентинга их ослаб через брендаре ну теперь они не смогут так хорошо раз там их ислам через глимс был до дезераптор глимса ну и они так стояли что шейкер оказался между двух героев когда я смотрю шейкера просто блин дома малый конечку ртурал кто забирает кентавр какой-то фит пошел да интересно кстати он не должна уже пускать да достается фраг марфу и 600 риск голды слушаем много на самом деле небольшой там бэк стоит хороший камбэк для марфа я даже сказал он 3 тела хопнул я понимаю да плюс 1000 голды за файт это сильно очень даже побольше ну а самое главное опять же 14 лавов разапнул а был единство а даже амар фата убью сейчас через комбинацию шейкера и сенкинга а так вот в то время когда кастовалась и пункт ршекин прыгнул заранее до вас там дал потом прыгнул продлил но что-то еще 300 остается дали анима слушать а что вот сенкинг вообще делает и мне интересно он как-то фармит быстро вообще с этим же сейчас стоп один герой за в плане его на хптс постоянно пикают его на турнире пикали постоянно ты берешь где раскачка такая на линии как правило 131 на пятом левеле короче всегда вы максимум вымакшиваешь сэнд шторм вот и станчик оставляющий единицы заметил что шейкер же он топе начал и потом бегал на мид потом прибегал на боджер помогал вот то есть этот сенкинг он просто авка фармил и благодаря этому песку ты качаешься нереально быстро и сейчас смета такая что на ска покупаешь первым артефактом дискорд вот и с этим был дискордом ты тоже очень быстро фармишь ты просто на крипов нажимаешь ну да враги быстро камбэкнули эту игру на самом деле буквально два удачных файта провели вот нельзя было не подставляться пока сладор дофармливая себе огоним ведь там вообще чуть-чуть осталось то скорее всего них напали просто они наверно фармили и загнали их тупик действительно огнем и будет все хорошо приятно то что в этой игре есть герои которые могут инициировать то есть blink тут конечно может пригодиться на селедке но он не прям чтобы обязателен на спринте можно забегать просто есть шейкер сенкин кто доходить в принципе для героев можно и топовая гоню нас лордера нужно знать когда его нужно собирать до физкоры есть у врагов карты все очень хорошо и и blink тебе не нужен много факторов металл он берет себе двадцать пятьдесят дэм уже раз таки или слова роста с селедка с мидосом который бьет быстро он берет себе надо моченью велись если 8 на пятнадцатом не здоровья а 75 крон он ваша я на самом деле 300 хп это слишком много 300 хп по сравнению 75 дэмэджа от башен но эти 75 дэмэджа превращаются в гораздо большее количество дэмэджа когда под ультимейтом он бьет это это понятно у тебя 300 хп 300 слишком много гоним поселил лужу по пределу него уже плюс 33 армора плюс 18 на 25 коварьян дает огонь не принять вот и станчик открыть его еще одна лужа до убеги от такого слабора меня наражается помогут теперь огнем селедки не дает армора или мне показалось в арт еще нашли они отдаются с 12 20 брони да показалось противление бегом салат процентов восстановление здоровья 25 происходит движение 44 процента и 10 секунд это поляна по моему лежит только поляна есть еще посмотрим она 20 секунд по моему лежит 2 до длительность кого даже 25 охренеть но я так понял да и все дыма поняли что к ним селедки бафать не только одну способность он бафать сразу две то есть что-то от агонима дается спринту и паха по региона тормора и смотрели не эффектом а что-то дается как раз таки на 2 слезарен краш как раз таки постельная паряна в которой у тебя первый работает топовый агоним на самом деле бафнуть сразу две обилки это коротко но сейчас селедка имеет очень много хп он не взял себе 300 к здоровью ну самый идеальный агоним для селедки будет если на минуте 20 его пулит алхимик для селедки это будет самый идеальный у тебя и даггер получается есть и агоним будет а ты прям то что надо неплохая комбинация коров на самом-то деле селедка керри алхимик медовый жадный герой и там и там минус армор есть тоже неплохо комбинирует плюс колба алхимика это ведь тоже дамажит нормально на наш физический мир с армор будет очень много дэмиджа но плохо тоже все посыпался значит пойдут на рожан танк с ландр конечно лютый он берет себе еще помимо того что него вот в региона смотри на количество его армора него просто за 40 армора когда единицы за много я мечтал бы что гоним какой-то имбаланс прошли в некоторых играх пластин твой гонит и некоторых вверх сетки не дадут фармить он просто выиграл или несколько хороших магазин примерно такой же хороший как и надо пешки как по мне интересно как часто будут ландеры на королях встречаться я вчера видел с ландра на короля они не очень понравилось потому что тут еще дело игры как пойдет пошла игра может задушить всех у у него сейчас урона баша 300 единиц он снижает армора практически всем героем сейчас до нуля ну кроме морфа это барки допустим он делает 0 единиц армора на каждая . будет по ней чистая а . с вашим по ней будет давать 450 чистого урона но у героя 1400 хп это хук да это даже больше чем то есть и по сути там планку убьешь который не нажал ари фракшн по сути за действия двух слов есть все грамотно значение когда сладора будет ультимейт 3 то там же можно все выходить из игры попытка убить аппарата не удачная контратак этом что он станет вам помню и не дотянулся до он должен был ультимейт на санкинга поставить санкинг оставал эпицентр под этом паркой дизраптор поставил на подход парке ультимейт свои чтобы перекрыть шейкера в итоге шейкер там и не собирался прыгать санкинг так оставался ультимейт ну подрались не очень плохо вообще просто вон бешеный артефактов на урон нету но вот я способности такие что урона много получается он может взять свечево берег на двадцатом левелем то есть тогда он будет вообще не пробиваем если он будет стать свою лужа которая кстати длится 25 а способность про перезаряжается 8 то есть можешь вполне себе спокойно и лужи постелите и по ним туда-сюда ернуть так становится все интересно терраса уже почти готова осталось чуть-чуть буквально две пачки крипов интересный конечно телефон такой называется не хочу пропускать двух крипов но ночью хотел бы фармить свою красу возможно смог они готовятся нет да мы переложил смог поэтому поторопились линию пушить таблорка кстати с дабл дэмиджем от уплатки был очень хорошим так она полностью соки мид перекосила но сейчас мы идем что у нее 9000 творца кстати медовый аппарат ты видишь его золото да не очень пошло у него всем от него многое в принципе и не требуется его задачу пути в этом просто попадать только хотел то сказать да попадаешь потом парке либо помарфу уже хорошо даже потому же кентавру да на самом деле по любому герою хоть попадаешь и все окей ну что самое время идти 19 лаву конечно в идеале получить еще 20 но это уже будет же новато успел с ней повесить коррозив хейт спереди как шейкер статайму дал плюшку а мы пытаем его поперка отлетела кабина и что же клокер что можно в принципе заканчивать даблор культ аппарата подсветит они подсветила но успел нажать melt и уйдет походу как же круто вот такому с лордером будет иметь на 25 все-таки эффектов коррозив хейс который нельзя развеять даже если героя покупает себе лобус варб от кентавра варит морфинг манта бкб будет тут об ларке там талант который развеивает плюс бкб идеально а ты а ты не развеиваешь и они не могут развеять ничем вообще и сметка висит до тех пор пока пока герой либо не сдохнет либо сама не пройдет по таймингу морфинг стать в кустах наверху ульт-аппарат его не подсветил кентавра пациент стабида не видно было на планку почему-то на боте без телепорта что с тобой начал болен табак и да вообще как-то не очень странно ведут себя враги ни одного выхода в смоках никого не пытались убивать они всю игру просто отбиваются ну да да и получается вот этот парк которая до сих пор не купила себе кбшку и не планирует населенку ставят кривой и по чтобы бэйн тебя не цеплял или что на тебя просто слаб жахнет шейкер соленого в тебя и все там любой герой подбежит ты умрешь тупизм какой-то ну типа не брать бкб школа с расчетом то что там все равно из контроля сквозь бкб это глупо потому что шейкер потому что с ларвар аппарат цепкинг там дохренище всего тем более есть герой который впереди идет ты можешь дождаться когда файт начнется и уже с бкб в него входить да конечно в конце концов щас логус появится который будет на тебя вешаться то есть будет не так уж хорошо работать уже дебилит какой-то что возможно не стой ноги просто стал парке бывает такое неплохая вилочка забрали яска с над ворсом достаточно большим 15000 но остаток покупает себе бкб на кстати там он чтобы точно уже закончить эту игру чтобы вообще помех не было чтобы он шел и давил морг кстати хочет купить себе это релла морфа тут такая ситуация что его тиммейт очень сильно поднафиде ли его самого морфа зажали по темпу он не успевает за остальными теперь хочет и блэйт купить но после от бкб сиев которые у него уже есть ну и бкб скоро появляется у сладора и что будет делать в раке с этим непонятно почему там плакать здесь одна что это что это качался толсов рак на тропах ну глупенький глупенький вроде рано и не маленькие она как бы у него же вести я говорю просто сказать не проснулся бывает такое еще знаешь когда поспал либо уставший играешь просто чтобы время убить он просто нажимаешь кое-как кнопка абоненты как мы видим стараются наоборот но он конечно бешен и в целом конечно штучка рабочая очевидно огнем хорош артефакт и есть целое пространство для того чтобы экспериментировать с друзьями через алхимика поиграть также тоже прикольно будет будет отправить алхимика в этой мете просто тут столько героев которые могут собирать себе аганимы при этом можно брать алхимика и не самых жадных героев вот типа селедки начинается комбинация мк плюс селедка мк плюс алхимик ты берешь на легкую мк на металхимика потом мк просто саплика бегаешь спейсишь дохнешь не дохнешь принципе неважно от них покупает свои шмотки потом пули тебя гоним это уже комбек это же если ты плохо умирал кого-то же самое селедкой поиск спейсишь потом залетает тебе аганим ты резко имеешь супер сильную способность он поселил просто лужу стоит под хэграунд добьет но и так не может подойдет у него 50 армора 50 мать его армора там без альтопарки он хочет сам себя разбить разве что и тэрил какой-то во-первых конечно помогает уже 30 процентов ампиризма это сильно просто башки и башки текста вообще не пробивают у него 100 армора у него 40 хаппоригена под ремпизи армора у него бака башка еще есть да как его пробивать его убил скорее всего но вот он против четыре героя бьют как же у него медленно хупая отнимаются афигеть что я еще бы чуть-чуть кп он бы считает на плату убил ли скорее со следом арфа который был перекачан силу дамажил по 100 сроки вот это да мне кажется ошибочная цель фокусить было кин для этого кентавра он вроде от руки не так больно бил танчик он тоже вроде тратил и расставил этом парку первого убить которая снимала тебе дозволим а вот кстати если он мушар купит это будет вообще интересно и раз плюс мушард уж вообще из башни выпускать не будет я думаю что если я судить прям вообще вообще не выпускать то мне кажется где вы там будет промежуток чтобы морфинг сказал хотят перекачка но посмотрим должен быть по моему ну реально максимально так спит а у него сейчас 255 только с мушардом будет или 100 а вам нужно около пяти соток бафа гра не хватает и может не ошибаюсь посмотрим вас может быть ослабить образа записывая уже такого стандарта у него реально было 22 литре мушарда саблика момчик да там сабли кстати была важный момент и госпожне это чтобы было два мушарда виском молния тоже очень сильно пустят вам активированный мне но две тычки подряд моментально они очень сильно решали в этом моменте может быть ну что селеда череснулся можно купить уже одну таблетку себя да бешеный просто и бегает и бьет она под спидами вот здесь считаешься с маной небольшие проблемки конечно хорошо когда есть команде вот какой-нибудь санкинг с арканами это хорошо что у него поверили сам по себе он таков что а по увидели жертву к башечку нас пробует нас нужно жмать глианса нажал сам уложил бы т.б. и просто из баша не выпускает практически героя да еще одной таблетки не хватает реально офигеть жестко ну я думаю со второй таблеткой будет вообще прям идеально то что надо день не делись это реально будет дохак на спардере потому что дохак часто играть на всяких таких тупорельских героев на кире то на бремастере пофармить то еще на ком-то но я остается чуть-чуть на самом деле мидас мог бы продать уже а так спид дает но он же у него слотов нет ну да будет просто грузом лежать в интере а так спит 379 ну да сейчас уже по сути они закончить могут игру так что но там морф умер там парка умерла за баттерфляй на пларке поняты что вообще что ли ну ты же у меня в душе что-то переворачивается но он реально какой-то уставший сейчас играли плавочки тут 200 без бкб шкил этой сложная ситуация все равно коррозе в кейс башни слайдера все это проходит сквозь бкб ты не знаешь что купить но чё тогда там пларку пикаешь нормальный дэмэдж в порядке у них а не не обкакался дабаку башка от морфа я думала дабаку башка сладер типа нашел бкб перед аегисом перед тем как аегис убили все ок он курьер кто-то подойдет что на тоже мне кажется да там пларка тоже курьер отдается не где-то поясов бот вот неинтересно хватит или не хватит чтобы не выпускать да посмотрим нужно вижу на этом симкинга приводился нет скорее всего не хватает немножечко еще что что произошло он лопнул действительно он в ларке все время был бэйбэк у кентавра телепорт сбили нам все заканчивает эту игру но засолочка объективно засолочка да интересно апгрейд героя хорош мне тоже нравится рейкер с аганимом самкинг с аганимом аппарат с аганимом только у бэйна нет аганима мета аганимов перед нашими глазами тесно если сладер ложит лужу и под момчиком начинает настреливать у него бешеный лайфстил получается он быстро настакивает пассивку в общем надо эксперимент здесь экспериментировать можно очень много пишите как вам сладко что уже успели потестить какие сборки на нем всем пока